канал наука и сон вы отдыхаете мы показываем конечно чем детальнее изучаешь какой-то какую-то науку тем больше ответвление начинается каких-то особенностей ведь спектральная классификация постепенно становится такой многомерной не просто линейной а многомерной уже от каких-то спектральных классов возникли это еще сороковые годы ответвления они связаны с особенностями химсостава то есть температура соответствует же классу но какие-то химические элементы там либо их очень мало но как правило либо очень много как правило вот избыток каких-то химических элементов приводит к тому что приходится говорить это по температуре этот класс но по химсоставу он немножечко отличается вот и вот эти вот ответвления где там кисми right now вот этого дату бы надо уже вай добавить потому что я думаю большинство сегодня согласно что есть звезды с температурой ниже тысячи кельвинов вот это бурые или коричневые карлики кстати на русском языке до сих пор не утвердилась одно название для холодных звездообразных объектов по-английски brown dwarf а по-русски мы говорим вот я например предпочитаю говорить коричневые карлики а мой коллега вот за этой стеной блинников сергей иванович он предпочитает двое бурые карлики я не понимаю что такое бурый цвет есть такой цвет бурый по-моему есть бурый бурый медведь бурый медведь есть да но действительно бурый медведь есть да ну ну не знаю может быть надо говорить бурый медведь не нравится вот почему сокращенная bk точно соответствует белым карликам но правда как а коричневые карлики соответствуют красным карликам очень а нет никакого другого цвета который бы был похож на коричневый но другим словом в общем это так ерунда конечно но надо к терминологии относиться серьезно особенно сегодня когда вы многие тексты просматриваете с помощью поисковиков один и тот же объект не может называться двумя разными словами иначе поисковик просто не найдет нужного в тексте хорошо ну и есть вот звезды с особенностью с строения скажем так например они такие же горячие как горячие о звезды но окружены еще разреженной газовой оболочкой вот вольф звезды типа вольфа и раи это два астронома вольфа раи французские а и W это вольф раи а еще особенности химсостава там азот либо углерод представлен в спектре но это вот такая особенность строения звезды а дальше еще прилепили здесь две два спектральных класса супер горячие звезды с температурой там 150 200 даже 250 много тысяч кельвинов это обнаженные ядра постаревших звезд когда оболочка сброшена а ядро оголилась температура на нем еще очень высокая вот это ядра планетарных туманностей либо звезда взорвалась ну или там не взорвалась целиком а на поверхности звезды произошла ядерная вспышка термоядерная вспышка и она резко нагрелась потом будет остывать но это вот новые звезды вот примерно так сегодня выглядит классификация если еще добавить Y сюда я думаю ближайшие годы это станет нормой то будет такая вот спектральная классификация но вот что важно вот что я обязательно хочу вам показать для астрономов потому что физики этого не знают я помню были работы физики часто в астрофизику окунаются в астрофизики богатейший материал но они каких-то мелочей не знают и оказывается работа оказывается негодными приходится их отвергать вот смотрите этот спектр и ну не будем обращать внимание там на вольф рая вот оба и в жк вот эти вот а это десятичное подразделение спектров да я уже говорил что бывают переходные между 0 и 1 b0 и b1 еще бывает вот или там какие-нибудь даже 9 и следующим спектральным классом а 0 вот приходится там девять с половиной но видите дырки то есть звезд которые были бы классифицированы вот такими десятичными подразделениями их нет в каталогах не нашлось таких звезд вот демонстрирующих например спектр к 7 или к 8 ну по крайней мере в 90-м году их не было я думаю и сейчас нет спектральная классификация тогда уже сложилась намертво ничего нового в нее не добавляется а физики иногда нам вот преподносит такие работы пытаются публиковать где они думают что это непрерывная непрерывный переход по всем десятичным подразделениям и это выглядит немножко непрофессионально или вот например десятка да ну по определению не может быть десятки после 9 следует начало следующего спектрального класса нет решили что м10 нужно ввести потому что следующий класс уже не похож или 0 не слишком похож на м вот это надо иметь в виду и ориентироваться на то что астрономы делают какие-то объекты пока не найдены спектры еще раз показываю спектр мы не то чтобы в большинстве а всегда во всех случаях получаем для исследования в черно-белом виде то что в научно-популярных книжках и иногда в учебниках или вот я вам сегодня показывал на славе цветные красивые спектры они никогда не изучаются потому что все наши приемники монохромные одноцветные pzs-матрица нормально если не бытовой фотоаппарата нормальная астрономическая pzs-матрица она же никаких светофильтров не содержит и мы спектр получаем всегда черно-белый поэтому никакого там красного и голубого конца нет просто знаем что это вот голубой конец а это красный конец и зато в одноцветном спектре более четко структура его видна вот более тонко видны линии кстати о химических элементах иногда говорят что спектр солнца полностью расшифрован что мы можем понять про каждую спектральную линию какому химическому элементу она принадлежит это не совсем-то спектр солнца особенно детально излучен ну понятно света много от него идет и хотя там десятки тысяч линий от отождествлены и привязаны к конкретным химическим элементам есть еще десятка может быть около дюжина или вот недавно еще 20 линий было которые пока не удается отождествить мы не знаем какому химическому элементу они принадлежат потому что у некоторых элементов очень сложная структура вот этих термов то есть энергетических уровней а к тому же я вообще ничего не говорил про спин вы же знаете что любой частицы есть направление собственного момента импульта вращение и спиновая вот эта структура тоже довольно тонкая там очень тонкая сверхтонкая иногда расщепление линии бывает в общем надо иметь ввиду что даже спектр солнца не интерпретирован на сто процентов на девяносто девять с половиной да а некоторые но спектр солнца почти вот вот это вот женой уже два у нас женой почти солнце вот на этой иллюстрации горячие были звезды от b до g то есть горячее солнце ну и как видите вот водородные линии тут ну а шальфа обычно не попадает она очень красная наши приемники к ней не всегда чувствительно вот начиная с аж бета уже не всегда видны бальмеровские линии вот здесь ну а шика кальция и вот на линию аж кальция ионизованного попадает а шепсилон водорода поэтому их там разделить очень трудно ну вот водород здесь просто идеально представлен а теперь это иллюстрация это холодный холодная часть спектра как последовательности спектров от солнечной температуры и до более низких там до трех тысяч кельюнов примерно от m8 это уже три тысячи кельюнов как видите колоссальное количество линий и даже спектральных полос молекулярных полос тут начинает появляться как правило простить как правило такие спектры холодные спектры они либо очень маленьким звездам принадлежат ну просто карликовые звезды не нагретые сильно либо к очень постаревшим звездам у которых масса может быть большая но к старости звезды раздуваются и оболочка охлаждается вот это вот о микрон кита о микрон цете этот сверхгигант с очень расширенной широкой оболочкой которая уже там вдали от ядра звезды холодная и тут такой предельно холодный спектр но эмиссионный я вам говорю наружные области большой раздувшиеся звезды становятся полупрозрачными от них уже не получишь непрерывного спектра но отдельные спектральные линии они вполне еще могут излучать в этом в линиях они непрозрачные в континууме они почти прозрачны и мы сразу видим что вот у таких звезд появляется буква е эмиссионный спектр вот линии эмиссии то есть излучение водорода они тут видны хорошо но это предельно горячие звезды вот вольфра е и предельно горячие о звезды тут линии водорода а водород есть но его почти не видно а гелия а почему тут гелий жалко надо было а вот эти вот эта линия гелия вот эта линия гелия они тут довольно мощно представлены а ну и линии спектра с особенностями химсостава вот эти самые r и n вроде бы температура у них нормальная там порядок солнечный но есть много линий элементов как правило металлов которые не характерны для других звезд когда пейн цицилия пейн расшифровала так сказать объяснила людям как по относительной интенсивности спектральных линий судить о количестве атомов в атмосфере звезды все стало на свои места тогда астрономы поняли что звезды состоят из водорода на три четверти из гелия на четверть а вся остальная таблица менделеева дай бог чтобы самые-самые богатые металлами а металлы вот я говорю металлами они объяснил на нашем жаргоне астрономическом все что дальше гелия в таблице менделеева мы называем металлами ну так вот принято металличность звезды степень металличность это не значит что речь идет о железе там или об алюминии это значит что в основном речь идет о вот этих следующих за гелием элементах ну литий берилли вообще там их нет в природе почти а вот цену такие следующие по распространенности элементы и дальше вплоть до железа иногда и даже за железом их немного у нас на солнце полтора процента есть чуть более металличные звезды более молодые чем солнце ну два процента а есть звезды у которых гораздо меньше одного процента и даже тысячных долей процента есть и такие 10 минус 4 содержание металлов то есть фактически чистый водород и гелий почти в чистом мире но вот это вот маленькая добавочка она все-таки критически важна для жизни звезды знаете когда вы варите суп вы туда чуть-чуть еще соли и перца добавляете по массе это микроскопическое количество но вкус меняется радикально то же самое с появлением тяжелых элементов в составе звезды вот этих в основном ну и металлов там ферм и так далее а сильно меняется отношение вещества звезды к фотонам электромагнитного излучения дело в том что водород и гелий очень плохо взаимодействует со светом они почти прозрачен для него а элементы более сложные они хорошо взаимодействуют у них много вариантов переходов электронов и они хорошо поглощают свет идущий из недр звезды так что стоит добавить чуть-чуть этих элементов и звезда совсем по-другому себя ведет она запирает внутри себя свет не выпускает его долго сохраняется как источник термоядерной энергии потому что свет оттуда не выходит значит надолго хватает энергии термоядерного синтеза если звезда из чистого водорода и гелия она быстро из себя все выпускает и прогорает быстро ярко горит но быстро кончается ее период период активной жизни так что вот этот вот малый процент и даже доли этого процента это очень важно для эволюции звезды если расшифровать вот эти два процента то есть посмотреть что там кроме водорода и гелия еще и в каком количестве ну спектр солнце позволяет это сделать он детально изучен в общем и у других звезд примерно та же история на что тут надо обратить внимание ну да водорода много гелия поменьше но тоже очень много дальше жуткий провал это берилли и бор их в природе почти нет ведь даже литий берилли и бор вот эти три элемента к сожалению литий который необходим для наших аккумуляторов в наших гаджетах там литиевые батарейки крайне редкий элемент в природе потому что они сгорают легко в термоядерных реакциях и плохо синтезируют ну сгорают в общем а дальше идет довольно равномерный спад в сторону ну в сторону железа и дальше вплоть до урана но обратили внимание что тут периодичность какая-то просматривается да вот туда сюда ну пила такая пилообразная форма этой кривой она связана с тем что ядра химических элементов содержащие четное количество нуклонов и нечетное количество нуклонных протоны и нейтрон они по-разному разрушаются ну либо наоборот синтезируются в термоядерных реакциях там где четное количество нуклонов эти ядра более связаны более прочны вот ядро гелия гелий-4 два протона два нейтрона альфа частицы очень прочное ядро а уже добавить один нуклон или отнять один нуклон становится не таким устойчивым ядром поэтому вот это вот значит те элементы которых больше там четное количество нуклонов нечетное четное нечетное так идет ну и кроме того еще видна вот эта вот горочка железный пик там железо никель очень близкие к железу элементы это тоже связано со строением ядер ядра атома оно очень хорошо связано и во всех процессах термоядерных до железа доходит а потом дальше синтез не идет и железо как конечный продукт термоядерного синтеза накапливается в природе и вот его железо никель в основном там рядышком его много но эти вот о природе этих элементов все еще идет дискуссия в каких процессах они рождаются так давайте не будем никакие перерывы делать ладно не будем когда спектральная классификация 2000 звезд была создана в Гарварде начало 20 века и примерно тогда же были измерены первые параллаксы звезд а то расстояние до ближайших звезд появилась возможность уже как-то вот комбинации какие-то выстраивать параллакс дает расстояние видимое видимый блеск звезды и расстояние позволяет вычислить абсолютную светимость звезды давайте сравним эти две характеристики спектральный класс это температура поверхность а абсолютная звездная величина это светимые звезды это уже такие настоящие физические характеристики впервые на эту плоскость измеренные звезды в точке нанесли два астронома американский Рассел и европейский датский Гердшпункт с тех пор мы эту плоскость называем плоская ну или диаграмма Гершпунга Рассела очень важная вещь в астрономии потому что только эти две характеристики для большинства звезд мы имеем возможность в лучшем случае определить мощность излучения ну или светимость как мы говорим и температура поверхности а что еще вы можете сказать о звездах которые далеко от вас там какие-то детали химсоста все это сложно измеримы а эти две характеристики легко измеримы ну и вот они отметили два факта первый факт звезды распределены более или менее по диагонали а холодные малую светимость имеют горячие высокую ничего как-то это и ожидалось да правильно горячая всегда ярче светится все понятно но непонятным была вот эта история группа звезд имеющих невысокую температуру поверхности но высокую светимость ну а раз так значит они большой размер имеют иначе при низкой температуре поверхности вы много не излучите света если сама поверхность не очень большая значит они огромного размера их так и назвали гиганты а какие они гиганты красные поверхность вот этих звезд это желтые это голубые это красные красные гиганты и некоторое количество звезд ну тут тогда одна только была известна такая звезда сами догадайтесь какая это была звезда маленькие но горячие их назвали белыми карликами они горячие ну белые а раз малая светимость значит поверхность маленькая размер маленький какая это звезда как вы думаете Сириус Б конечно да тогда Сириус Б был единственным белым карликом более или менее так детально изученным но это требовало интерпретации объяснения и объяснения в течение двадцатого века предлагались причем кардинально разные значит первое объяснение было такое ну может быть вот эту современную диаграмму покажу собственно на ней только один параметр добавился зная светимость и температуру вы можете вычислить размер звезды и тут нанесены линии равного размера это маленькие тысячные сотые доли солнечного радиуса это солнечный радиус понятно место солнца здесь а дальше идут красные гиганты в сто в тысячу раз больше солнца по размеру так вот интерпретации могли быть разными они предлагались разными авторами например одни говорили так звезда рождается большой массивный горячий ярко светит высокую температуру имеет а по мере жизни остывает движется вдоль этой траектории и потом мы ее не видим кончается е жизнь а энергия откуда может быть черп взяться е равно mc квадрат тогда теория Эйнштейна работала уже вполне физики в нее верили излучение уносит массу звезды поэтому двигаясь по этой диагонали звезда теряет массу она уходит в виде света в виде излучения и вот такое вот движение вдоль глаз поэтому мы и видим саму эту последовательность это так сказать путь звезд другие говорили нет наоборот звезда рождается маленькой а потом путешествуя по космосу она набирает массу есть облака межзвездного газа и проходя через них звезда притягивает к себе этот газ аккреция происходит звезда с возрастом полнеет масса увеличивается яркость увеличивается и значит движение происходит вот с нижнего конца туда наверх это была советская в основном тогда идея массевич паренага это была в основном европейская идея физики европейские американские считаю в общем были такие конкурирующие два лагеря чем дело кончилось а дело кончилось совсем даже неожиданно ну это ну это вот такой примитивный вид диаграммы гершпунга рассела для любителя астрономии годится вполне основные как мы говорим последовательности sequence main sequence главная последовательность тут 90 процентов здесь сидит последовательность гигантов сверхгигантов иногда есть и такие ну и последовательность белых карликов на самом деле у профессиональных астрономов вид диаграммы более детальный обычно используется как видите тут есть не только гиганты но и субгиганты то есть ну промежуточные так сказать не очень большие чуть чуть больше чем звезды главной последовательности и яркие гиганты и сверх яркие и не так давно появилась новая группа гипергигантов а по-английски гигант джайант и по-английски это супер джайант ну гипер джайант понятно а вот супер джайант не профессионалы переводят в своих текстах физики даже часто очень пишут как супер гиганты но мы с вами астрономы мы знаем как правильно надо говорить а сверх гиганты есть субкарлики то есть чуть вроде бы пониже их яркость чем у звезд которые условно называются карликами но мы теперь понимаем они ниже по температуру по светимости они другую температуру имеют более высокую у них меньше содержание тяжелых элементов и они вот это те же звезды но с более горячей поверхностью потому что там в атмосфере нет достаточного количества железа так вот это современный вид и выяснилось что звезды в течение своей жизни не путешествуют вдоль главной последовательности ни туда ни сюда они путешествуют перпендикулярно главной последовательности и пожалуй первым это Мартин Швардшильд вот книгу которую я показывал он так очень четко на моделях это показал что эволюционное то есть с возрастом происходящее движение звезд происходит не вдоль а поперек главной последовательности и звезда где-то в каком-то месте живет долго-долго а потом прыгает сюда раздуваясь перед смертью а как сбрасывает оболочку ее ядро оказывается здесь в этой области ну траектория движения довольно сложная я поговорил о них но в принципе проблема решилась совсем не так как большинство астрономов этого ожидали не вдоль а поперек главной последовательности но эта картинка наверное никакого большого смысла для вас не имеет по крайней мере для меня точно потому что я дальтоник и эти цвета для меня мало что значит но для тех кто любит в цветах себя представлять вот видите даже я даже не знаю в чем разница между apparent и conventional по моему они совершенно одинаковые что значит общепринятый и видимый да цвет есть какая-то разница но посмотрите может быть это вам интересно по крайней мере здесь светимости это очень интересная характеристика для звезд того или иного спектрального класса представлены и вот это довольно важная колонка процент этих звезд на фоне всех остальных более ну можно сказать более 80 процентов всех звезд в галактике это очень холодные маленькие красные карлики а то что мы обычно видим на небе а видим мы как правило вот если посмотреть так невооруженным глазом мы видим вот эти звезды у них потрясающая светимость видны они издалека таких звезд мы глаза мы не видим вы ни одного красного карлика не увидите на небе невооруженным глазом видимо вот эти они составляют менее даже в сумме менее одного процента от всех звезд окружающих солнце ну вообще от всех звезд галактики это очень важное распределение больших мало маленьких много ну наверное это общая тенденция возьмите любой любую популяцию чего угодно растений животных и вы всегда маленьких насчитаете по количеству много а больших всегда мало это какие-то такие пищевые цепочки наверное но в данном случае это не имеет отношения к пищевым цепочкам а требует какого-то отдельного объяснения я скажу что эта задача до сих пор не решена вот объяснить теоретически почему звезды распределены вот так почему больших массивных видите масса это десятки масс солнца а тут какая масса десятые доли массы солнца почему массивных рождается в природе мало по количеству а мало массивных звезд много и детальное это распределение по массам оно называется функция масс звезд оно до сих пор не получило теоретического объяснения хотя несколько моделей представлены причем модели иногда совершенно замечательные но например в одной работе было показано что если взять ну назовем так ступка некий прибор который размалывает твердое тело да там куски сахара туда накидать начать их размельчать на самом деле была взята не ступка а такая машина под названием грохот в которой измельчаются породы ну или уголь вы добываете уголь большими кусками а он гореть не будет в печах его надо размолоть в мелкие кусочки его вот в этих грохотах там перекатываются железные шары размельчаются и один астроном взял выгреб эти кусочки угля разложил их по массе ну большие меньше 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 до самой пыли и оказалось что их распределение по массам точно соответствует распределению звезд по массам что общего ничего или если взять объем какой-то ну не знаю вот такой куб и начать случайным образом кидать плоскости ну кусок масла и вот так ножом его вот так вот мельчить в случайных направлениях совершенно он распадется на мелкие и более крупные кусочки их распределение по массам в точности соответствует функции масс звезд на главной последовательности физика вроде бы разная а результат получается один и тот же белые карлики конечно очень маленькие хотя довольно массивные они могут быть с массой солнца или там половина массы солнца а размер как у нормальных планет чуть больше чуть меньше чем у звезды поэтому плотность колоссальная солнце во сколько раз больше земного шара по диаметру кто помнит братцы такие вещи надо помнить ну в сто девять раз ну в сто ладно в сто раз значит по объему солнца во сколько больше земли если в сто раз больше по диаметру значит а в миллион раз больше по объему если вы ту же массу сожмете по объему в миллион раз значит плотность станет в миллион раз больше средняя плотность тела у земли какая Какая средняя плотность? Не обижайтесь, что я вас проверяю все время, мне интересно, какой у вас граунд, что вы читали до сих пор, решив заняться астрономией. Средняя плотность Солнца и Земли. Вот кто мне скажет? Погромче, пожалуйста. У Солнца 1,5 грамма на сантиметр, правильно, кубический сантиметр, а у Земли? Ты посмотрела или по памяти? Молодец, да, 5,5 грамм на кубический сантиметр. Так вот, если 1 грамм на кубический сантиметр увеличить в миллион раз плотность, получается миллион граммов в кубическом сантиметре. А что такое миллион граммов? Тысяча граммов — это килограмм, тысяча килограммов — это тонна. То есть в кубическом сантиметре белого карлика, типичного, тонна вещества, тонна в кубическом сантиметре. Можете себе такое представить? Хватает фантазии? Ну, наверное, на пределе фантазии можно представить. У нейтронных звезд еще в миллион раз выше. Вот этому у меня уже не хватает. Ну, белые карлики тоже довольно своеобразное вещество, которого никогда не получишь в лаборатории, ну, просто тонну объема в кубический сантиметр ничем не сожмешь. А мы их изучаем, их много, их десятки тысяч в каталогах открыто изучено, ну, с поверхности, конечно, но все равно изучено. И это очень важный источник информации. Вот некоторые белые карлики, и не только белые. Почему? Вот тут Проксима, Альфа, Центавра, Кентавра, правда, вторая звезда. И некоторые белые карлики с их параметрами. Кстати говоря, для белых карликов названия спектральных классов совсем даже другие. Вот D, 2, значит, карлик. Хорошо. Я уже говорил, что ширина спектральной линии говорит обо многом. И она нам иногда позволяет различить карлики и гиганты. Хотя температура поверхности у них может быть одинаковая. Это очень важно. Смотрите, ну, вернемся к диаграмме. Где у нас там диаграмма? Представим себе, что мы на небе увидели красную звезду. Красная. Ну, или там желтовато-красная. А мы хотим узнать, далеко она или близко. Каково до нее расстояние? Мы только ее видимый блеск знаем. А чтобы судить о расстоянии, надо бы еще знать ее светимость. То есть решить, она красная, потому что вот в этой части главной последовательности, или она красная, потому что какой-нибудь гигант-сверхгигант. Они одинаковую температуру поверхности имеют. Как же их различить? Гигант и карлик, если температура поверхности у них одинаковая. А расстояние мы другим методом оценить не можем. А вот как. Мы присматриваемся к ширине спектральных линий. Если они широкие, это говорит о том, что атомы плотно упакованы в атмосфере звезды, тесно взаимодействуют друг с другом, мешают друг другу излучать строго на определенных, или поглощать строго на определенных частотах, потому что рядом другой атом, у него свое электрическое поле, и тут в твоем атоме, который рядом, меняется структура электрического, как сказать, картина электрического поля, и он чуть-чуть на других частотах начинает поглощать. Широкие линии говорят о высокой плотности атмосферы. Высокая плотность она у белых карликов. Он сам плотный, атмосфера у него прижата очень сильно к звезде, и поэтому это типичный для карлика спектр. А если линии тоненькие, это говорит о том, что атомы в атмосфере звезды летают свободно, друг с другом не взаимодействуют. Каждый атом излучает строго на предписанной ему, или поглощает строго на предписанной ему длине волны, и, естественно, все это ложится в одно место спектра. Поэтому тонкие линии говорят сразу о плотности атмосферы, а значит, и о размере звезды. И мы сразу можем сказать, она в области гигантов или в области карликов. Вот прямо кусочки спектров. Это спектр гиганта, даже сверхгиганта. Это спектр карлика. Температура, очевидно, одна и та же, потому что относительная интенсивность линии одинаковая, но ширина линии разная. Видите, так, условно это карлик, а гигант был бы, наверное, размером с Гаиша, если так его целиком нарисовать. Ну, это, пожалуй, просто образцы спектров, диаграмма. Простите, последнее время стал часто простывать. Ближайшие к нам звезды, как правило, похожи на Солнце, либо еще более мелкие. И вот эта диаграмма Гершпунга, она не совсем художественная. Она довольно точно представляет реальную диаграмму ближайших к нам нескольких тысяч звезд. Вот самые близкие, альфа-кентавра А и альфа-кентавра Б, двойная система, ближайшая к нам. Ну, и их третий член, Проксимана, красный карлик, совсем крохотный. И даже можно заметить, что тут вырисовываются такие эволюционные уже направления движения звезд. Видно, что они уходят в главной последовательности, сбрасывают оболочки в состоянии красных гигантов, и потом остывающее ядро звезды движется в область белых карликов. Ну, а он белый пока горячий, а потом он остывает, остывает, и становится... Медленно, правда, очень остывает, но когда-нибудь станет красной маленькой звездочкой. Детальная диаграмма Гершунга вот на этой картинке, и тут точками конкретные звезды показаны. Если присмотритесь, просто многие из них узнаете. Большинство, конечно, на главной последовательности, но среди знакомых нам звезд много гигантов и сверхгигантов. Просто тех, которые мы по именам знаем. Ну, потому что они хоть и редкие звезды, но светимость высокая, и мы их видим издалека. А белых карликов не так много. Правда, их несколько тысяч уже выявлено. И вот здесь нарисованы такими широкими полосами, особенно вот эта важная полоса, очень важные места на диаграмме Гершунга. Они примерно соответствуют классам где-то в районе от F до A. Вот тут вот. Ну, и при низких плотностях атмосферы еще и к G. Что это за полоса? Она называется полоса нестабильности. По-моему, там так и написано. Да, instability strip. Полоса нестабильности. Это очень важное место, попадая в которое, а звезда же движется, она уходит с главной последовательности. Потом куда-то может сюда пойти. Ну, потом покажу еще на следующих лекциях. Могут звезды туда-сюда несколько раз ходить. Потом в область белых карликов и опять может пересечь. Попадая в это место диаграммы, то есть имея такую температуру поверхности, звезда теряет устойчивость. Обычно звезды очень неизменны. Ну, вот наше Солнце. Ничего не меняется, светимость не меняется. Но именно при таких температурах и таких светимостях в атмосфере звезды возникает так называемый клапанный механизм. А именно, как правило, гелий в этом участвует. Слой гелия становится то прозрачным, то непрозрачным для проходящего снизу через него света. Ну, прозрачный и непрозрачный, в зависимости от того, ионизованный он, не ионизованный, или частично ионизованный, есть ли там электрон или нет у ядра этого атома. И при таких температурах как раз такая ситуация складывается. И он начинает работать как автомодельный клапан, который начинает раскачивать звезду. Вот такие ситуации вы можете сами промоделировать, открыв кран со струей воды и подставив туда линеечку, какую-нибудь металлическую, ну, упругую линейку. Вода идет постоянным потоком, постоянный поток тепла из звезды наружу выходит в виде квантов света. А линейка начинает колебаться вот так. Выходит из потока, ослабляется движение, входит в поток по инерции, давление воды на нее опять откидывает. И вот эти вот автомодельные колебания, такие самораскачивающиеся, они как раз возникают на звезде в верхней части звездного тела в районе атмосферы, когда звезда пересекает эту полосу нестабильности. И мы видим вот тут колеблющиеся, пульсирующие белые карлики, а тут пульсирующие гиганты. Вы, наверное, слышали про цифеиды, да? Ну, все знают, да, цифеиды, маяки Вселенной, которые вот пульсируют, и период пульсации связан с их светимостью. Мы таким образом узнаем расстояние до них. Так вот, это как раз звезды, попадающие в эту самую полосу нестабильности. Это очень интересно. Внутреннее строение звезд тоже зависит от того, где они, в каком месте диаграммы оказались. Обычно вот такие нормальные, как мы говорим, звезды, они имеют довольно протяженное такое большое ядро. Ядро — это то место, где термоядерные реакции происходят. Ну и оболочку, сквозь которую просачивается наружу. Там выработанное тепло в виде кванта света или бурлящего конвективного потока газа. А гиганты совсем по-другому устроены. У них очень маленькое и очень плотное ядро, на поверхности которого происходит термоядерная реакция, внутри которого уже все сгорело. Это зола термоядерного процесса. Там уже нечему гореть, там уже все превратилось иногда даже в железо, иногда там близкие к нему элементы. И длинная, протяженная такая вот атмосфера полупрозрачная, поверхность которой мы видим, холодную красную поверхность огромного размера. А белые карлики еще совсем по-другому. Это, собственно, ядро звезды как есть. Вот эта же часть, это, собственно, то, что осталось от звезды после того, как оболочка ее покинула. Ну, можно вот так показать. Очень важно было в свое время понять связь между светимостью звезды и ее массой. Это довольно сложно было сделать. Вообще измерять массы звезд трудно, надо двойные системы находить, точно орбитальные периоды определять, не только периоды, а и размеры. Но постепенно накопилась такая информация, люди этому посвятили. Своей жизни, можно сказать, я знаю несколько человек, которые всю жизнь астрономы занимались вот выявлением вот этой вот детальным выявлением этой зависимости, масса-светимость для звезд на главной последовательности. И сейчас мы ее имеем, это очень важно, потому что теперь, определив светимость звезды, мы можем точно сказать, какая у нее масса, не измеряя массу прямо. Для нас это сделали вот предшествующие поколения астрономов, но масса звезды, она очень важна во всех расчетах. И тут видно несколько изломов. Вот с масс, с ростом масса, это логарифмическая шкала, заметьте, логарифмическая. Медленно, потом быстро нарастает светимость, потом довольно, ну тоже довольно быстро, и все медленнее, медленнее. А если взять звезды там 60, 80, 100 масс, Солнце, то практически она линейная, ну становится линейной, не логарифмическая, а линейной. Это все очень важно, потому что по светимости мы определяем интенсивность термоядерных реакций, то есть как там процессы рождают тепло, энергию, и понимаем, как с массой связана интенсивность термоядерных реакций. Ну а значит и сами реакции можем. В старых звездных агрегатах, например, в скоплениях, где звезды когда-то одновременно родились и потом живут там, мы видим диаграммы Гешпанга-Рассел вот в такой странной форме. Вроде бы главная последовательность, а потом бац, ничего нет. Ветвь, которая называется ветвь гигантов. Вот звезды в этой части главной последовательности уходят в область гигантов, расширяются. Потом идут вот сюда. Что это, о чем это говорит? Потом иногда снова возвращаются. Вот светые гигантов идут на горизонтальную ветвь, потом вот сюда на асимптотическую, а потом очень быстро перепрыгивают в область белых картиков. Вот интерпретацию таких диаграмм Гешпанга-Рассела для звездных скоплений мы с вами будем обсуждать. Это очень полезная процедура для того, чтобы понять, как эволюционируют звезды. Если взять диаграмму Гешпанга-Рассела разных звездных скоплений, ну, например, здесь там Плеяды, Ашихи и Персея, Геады, где-то Геады были. Ясли есть, а Геады, я чего-то не видел. А, да, вот Геады. Потерял. И сложить их так, чтобы нижние части главных последовательностей были на одинаковом уровне, то мы увидим, что вот эти вот отходящие от главной последовательности кусочки, так сказать, населенные звездными места, они у разных скоплений разные. О чем это говорит? Ну, теперь мы знаем о чем. Маленькие звезды долго эволюционируют, медленно сжигают свое термоядерное, ну, водород медленно сжигают. Звезды большой массы имеют гигантскую светимость и быстро сжигают водород. Поэтому, когда скопления рождаются, вот одно из самых молодых, главная последовательность заселена звездами любой массы, от самых легких до самых массивных. А потом массивные первыми уходят в область гигантов, ну, и там, и жизнь кончается. Сбрасывают оболочку, и от них ничего не остается. Потом скопления более старые, у них уже все эти звезды проэволюционировали, остались только менее массивные. И чем старше скопление, тем меньше у него протяженность вот этой вот нижней части главной последовательности. И видите, справа шкала возрастов написано. По месту, где главная последовательность обрывается, ты можешь примерно оценить возраст скоплений. Солнце еще ему предстоит, так сказать, полжизни оно прожило, а какое-нибудь скопление Месье 67, его возраст можно оценить как там 5 на 10, 5 миллиардов лет. Когда жизнь Солнца подойдет к концу, примерно 10 миллиардов лет пройдет, и тогда то скопление, в котором родилось Солнце, оно будет иметь только этот кусочек. Но Солнце когда-то тоже родилось звездным скоплением, просто его уже нет. Так, я, конечно, увлекся спектрами, немножко затянул этот рассказ. Ну, давайте коротенько. Глядя на то, какие параметры у звезд разной массы, находящихся на главной последовательности, обратите, ну, понятно, их радиус меняется в зависимости от массы светимости, температуры поверхности. Спектральный класс, это мы все поняли. Время жизни. Массивные звезды живут мало, несколько миллионов лет. Звезды малой массы живут миллиарды лет, а самые легкие звезды живут больше триллиона лет. Но мы видим сегодня в галактике звезды и большие, и маленькие, и легкие, и массивные. А это значит, что они рождаются и в нашу эпоху, и давно рождались, и сегодня. Вот шкала времени от нашего времени вглубь туда, к началу жизни Вселенной, мы видим древние звездные скопления, мы видим современные звезды, ну, Солнце где-то в промежутке, современные скопления, и даже видим области, где прямо на наших глазах рождаются звезды. А из чего они рождаются? Это тоже понятно. Старые звезды теряют газ, вот мы видим, как Солнце теряет газ, мы видим, как постаревшие звезды типа Солнца очень активно теряют газ, значит, это то вещество, из которого могут следующие поколения звезд рождаться. В галактике мы это вещество иногда видим хорошо упакованным, уплотненным в облака. Это туманность Ориона, одна из самых известных. И надо было объяснить, а как из разреженного газа, потерянного предыдущими поколениями звезд, могут рождаться следующие поколения. Это же надо было как-то объяснить. Первым это... Ну, у Декарта была совершенно странная история, а Ньютон первым это объяснил. Создав теорию тяготения, он понял, что если в однородной среде есть какие-то небольшие уплотнения, то именно туда будет устремляться соседний газ, эти уплотнения будут расти, расти, расти. И таким образом он на словах, у него не было еще математической теории, он создал теорию гравитационной фрагментации, то есть распада непрерывной сплошной среды на отдельные фрагменты. Но для этого нужны какие-то первоначальные неоднородности, они всегда есть в природе. А уже математическую теорию Джеймс Джинс создал. Вот он, это конец 19-го, начало 20-го века. Что он сделал? Он записал уравнение звука, то есть распространение волны сжатия в непрерывной среде, добавив туда один член, гравитацию этого газа. Но мы с вами этого не будем делать, а просто рассмотрим, как ведет себя некое газовое облако. Там есть два противоборствующих эффекта. Один стремится расширить газ, это газовое давление, другой стремится сжать газ, гравитация. В зависимости от того, какой быстрее работает, тот и победит. Как расширяется облако? Надо поделить, за какое время оно может расшириться. Его размер надо поделить на скорость звука. И скорость звука — это скорость движения молекул в газе. Это называется динамическое время газового облака. Ну понятно, размер делим на скорость звука, она зависит только от температуры газа, получаем. А противодействующая сила — гравитация. Время свободного падения. Free fall time. Время свободного падения. То есть отключаем газовое давление и смотрим, за какое время гравитация сожмет облако. Ну, значительно. Желательно в точку. Очень просто. Третий закон Кеплера позволяет нам это сделать. Каждая точка движется на поверхности облака по эллипсу, ну, эллипсу там с эксцентриситетом близким к единице, да? Грубо говоря, падает по прямой к центру. И вы легко можете... Вот третий закон Кеплера. Куб большой полуоси, деленный на жм. А почему не 2π? В третьем законе Кеплера тут 2π стоит. А почему я взял одно π? Ну, просыпайтесь. Потому что надо только упасть. Да, надо половину пути пройти по эллипсу. И тогда смотрим, какой из них победит. В отношении остается только размер облака. В больших облаках гравитация преимущественно работает, а в маленьких газовое давление. Газовое взаимодействие частиц, да? Поэтому джинс, а теперь мы называем эти критические параметры, размер и массу облака джинсовскими, размер джинсовский, масса джинсовская. Он их нашел, ну, он там более аккуратно, это дело мы найдем, просто приравняв эти два времени друг к другу. И получаем, вот я их выразил через характерные параметры межзвездной среды, те, которые мы сегодня знаем. Джинс, к сожалению, этого не знал. Размер солнечной системы, масса солнца. Но для этого нужно, чтобы газовая среда была очень холодной, десятки кельвинов и очень плотной, десятки тысяч частиц, скажем, молекул водорода в кубическом сантиметре. К сожалению, сам Джеймс Джинс не мог найти в астрономических данных таких холодных и таких плотных облаков. Было известно, да, ну, туманностерион, это все знали, видели, горячий газ. Что тогда, в 20-е годы, когда он работал, было известно? Что есть горячие газовые облака, H1, H2, то есть теплый, нейтральный, либо вообще ионизованный водород с температурой порядка 10 тысяч кельвинов, с очень низкой плотностью. Если подставить в эти формулы, то вы получите критический размер и критическую массу таких облаков, совершенно невероятную. 100 миллионов масс Солнца, размер килопарсеки, таких звезд мы не видели в природе никогда. И Джинс думал, как же так, вроде теория хорошая, а приложить ее не к чему. Прошли годы, Джинса уже не было, он умер в 45-м. Открыли прохладный газ, облака нейтрального водорода, не ионизованного, нейтрального. Температура уже гораздо ниже у них, порядка 100 кельвинов. Плотность гораздо выше. Подставим эти параметры. Что такое 2000 масс Солнца? Есть какие-нибудь астрономические объекты, имеющие такую массу? Ну, звезд явно мы таких не знаем. Тысячи масс Солнца. А объекты знаем? А? Ух, черные дыры. Да черных дыр еще дожить надо. Мы не знаем, как такие черные дыры образовались. А звездные скопления? Плеяды, геяды, другие звезды. Какие массы у них? Тысячи масс Солнца. Ага, а размеры у них какие? Ну, парсеки. Там порядка 10 парсеков. Плеяды. Слушайте, похоже. Вот оно. Уже неплохо. Но все-таки это не звезды. В 70-е годы открыли очень горячий, полностью ионизованный газ, который окружает нашу галактику. Ну, тут уже никакие, вообще ничего не вяжется. Это полная масса галактики. А в конце, даже в середине уже 70-х открыли молекулярные облака из молекул водорода и других молекул. Температуры низкие, плотности высокие, критические параметры. Звезды. Четыре массы Солнца. Звезды. Вот только начиная с 75-го года, даже, пожалуй, с самого конца 70-х, мы наткнулись на тот компонент межзвездной среды, из которого реально могут рождаться звезды. Горячим газом заполнено все. Но если приглядеться вот к этим черным точечкам, вот они плотные, холодные облака. Вот они, вот они холодные, вот они плотные. Смотрите, какие плотные, вообще непрозрачные для света. Настолько высокоплотная среда там. Вот как раз тогда стали обнаруживаться места, где могут формироваться звезды. Но об этом и как они формируются, об этом я расскажу в следующий раз. На сегодня хватит, вы два часа уже выдержали. Просыпайтесь. Вопросы есть? Вопросов нет. Нейтронные звезды? Для этого надо два параметра. Диаграмма Гершпунга-Рассела — это температура поверхности, светимость. Есть у нейтронной звезды светимость. Как интерпретировать? Можно сказать, радиопульсар, быстро вращающаяся нейтронная звезда. Она огромный поток энергии выбрасывает в радио, иногда в рентгеновском, иногда в оптике даже. Но она вообще связана как-то с температурой поверхности. Ничего общего. Другой механизм генерации. Поэтому для нейтронных звезд можно свои диаграммы строить. Но там будет, например, масса, магнитное поле. Или скорость вращения, магнитное поле. Или радиосветимость, плотность звезды. Вот какие-то свои характерные для них параметры. Но на обычной диаграмме Гершпунга для них места нет. Все, на сегодня хватит. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok